Добрый день, дамы и господа! Всем привет, Аддиты из Солнечной Канады! Сегодня мы идем в магазин Banana Republic, один из самых известных и самых больших магазинов Северной Америки. Вот это я, всем передаю привет, а потом я вам покажу подробнее свой образ, примерочный. Значит, этот магазин очень популярный, я очень его люблю, очень часто в нем покупаю, но он не дешевый. Продается одежда довольно качественная, хорошая одежда, из хороших тканей, хорошо сшита. Цены тоже такие, в общем, довольно недемократичные, я бы сказала, но у них очень большие бывают сейлы, клиренсы, распродажи, и вот на них в основном я и покупаю. В этот раз я должна сказать, что я с трудом находилась, что снимать и что примерить, потому что, как все у нас сейчас в магазине, как-то все вот так вот бедненько и грустненько. Хотя, на самом деле, обычно, когда я захожу в этот магазин, у меня разбегаются глаза, вопрос только цены и, в общем, любой каприз за ваши деньги, что называется. Ну, вот сейчас как-то так, не совсем. Но, тем не менее, я нашла кое-что, и потом вам примерочный покажу, что я нашла. Магазин был основан в 1978 году, в Сан-Франциско, по-моему, и вот это странное название, Банан Репаблик, он там назывался сначала Банан Репаблик, Тревел и Сафари. В общем, предполагался, что будут производить одежду для путешествий в Африку, там, в общем, что-то такое. Ну, короче, потом они его переименовали и стали производить одежду абсолютно обычную для офиса, для города. В общем, также аксессуары, они очень, кстати, известны своими аксессуарами, тоже не дешевыми, потому что вот сумка 110 долларов, я не думаю даже, что она кожаная, если честно, но вот такая вот цена. Ну, видите, вот сейчас я вам покажу, у них все было на селе, 40% был клиренс со всего абсолютно, вот от той цены, что стоит на этикетке. Так что, в принципе, ну, тем не менее, это все равно было не очень дешево. Очень красивая у них бижутерия, мне очень нравится, но она тоже, ну, я считаю, что она очень дорогая, не по качеству, вот такая цепочка стоит 64 доллара. Качество неплохое, но это же, понимаете, как бы бижутерия, то есть то же самое можно найти в других магазинах, намного-намного дешевле. Почему они берут такие цены за свои, так сказать, цацки, да, я не знаю, ну, потому что у них вообще высокие цены, и как бы они считают, что это того стоит. Ну, тем не менее, вещи красивые, вещи качественные, не могу ничего сказать плохого про этот магазин. Тоже, вот, кстати, сережки, посмотрите на их цену, 50 долларов за маленькие сережки жемчужины, конечно, это просто жесть. Ну, люди покупают здесь довольно активно, этот магазин довольно известный у нас в Канаде и в Америке. Очень популярный магазин, очень многие в нем одеваются, и люди его любят. Кстати, один из немногих магазинов, где на меня не смотрели, как на врага народу, потому что я снимаю. Наоборот, девочка-продавщица подошла и спросила, почему я снимаю, ну, как бы очень дружелюбно, не с претензией. Я сказала, что я блогер, у меня свой канал, она просто была в таком восторге, как будто она встретила какую-то кинозвезду, мувистар, и, в общем, немножко меня даже смутило, потому что она настолько, так сказать, впечатлилась и была очень-очень так по-хорошему удивлена и сказала, пожалуйста, пожалуйста, снимай, я не буду тебе мешать. Значит, вот, это довольно редко. Вообще, я думаю, что это зависит от контингента продавцов, потому что, если молодые продавцы, то они, как правило, очень спокойно относятся к съемке, а если такие дамочки постарше в возрасте, они как-то косятся, смотрят с подозрением, и, в общем, не очень нравится, что кто-то ходит по магазину и снимает. Вот это платье зеленое, кстати, я вам показывала, очень мне понравилось, но оно было только в размере 2 double zero, то есть это совсем-совсем маленький размер, и стоило почти 200 долларов, конечно, немножко дороговато. Но, тем не менее, я кое-что нашла для примерок, и давайте уже перейдем в примерочную и встретимся с вами уже там. Привет-привет, девочки, мы сегодня в магазине Banan Republic. Ну, это один из самых больших, самых известных магазинов Северной Америки. Не очень распространен, насколько я знаю, в России и вообще в Европе, но у нас это топ-топ-топ-топ. Набрала всякой одежки. Сейчас буду вам показывать. И, а, ну, сначала, как всегда, по традиции, мой аутфит сегодня. Если вы помните это платье, которое я купила в Banan... Эм, сейчас мы в Banan... Я купила его в Uniqlo. А, цапоги мои старые, такие цапоги-носки, которые я очень люблю до сих пор, хотя они как бы уже вышли из пика моды, они считаются уже не самые, так сказать, модные. Но, тем не менее, мне они очень нравятся по-прежнему, потому что они очень подчеркивают тонкую лодыжку и, в общем, и вообще они удобные, потому что они из ткани, вы понимаете, они совершенно из ткани, совершенно из носки. И в них очень удобно ходить. Они нигде не жмут и не трут, и, в общем, классно. А, значит, плащ на мне белый сегодня. Я посмотрела одну милую девочку-блогер из Италии, которая сказала, обратите внимание на белую одежду, как это красиво выглядит, верхнюю белую одежду. И я вдохновилась, так сказать, и одела белый платье. И шарф у меня в тон к платью. Вы помните это платье? Вы помните это платье Зинекло? Я думаю, что да. Я его примеряла, и, знаете, оно из длина, оно как бы летнее. Но я сделала из него сарафан и пододела вниз свитер. Тонкий-тонкий, совсем тонкий свитер, чтобы как бы получился как будто бы нижний слой. На самом деле у нас довольно тепло еще, но не очень уже тепло. То есть в одном таком платье не походишь. А еще вот вниз какой-то такой еще один слой, то получается как будто бы сарафан. Наделая синий свитер, решила сочетнуть вот синим. На самом деле потому, что, ну вы знаете, что я сейчас абсолютно обличена винтажными, секонд-хендными украшениями. И вот одно из моих последних приобретений, это вот такая вот винтажная брошка с синим камнем. Я поэтому решила, что мне нужно что-то синенькое. Кстати, вот такие клипсы у меня в тон. Но это не одно и то же, это совершенно разные дизайнеры, разные. Брошка действительно винтажная, а клипсы современные. Ну просто я их тоже купила в секонд-хенде. И вот такая вот на шее оживели. Это дизайнер Лиз Клэйбор. Это современный американский дизайнер. Ну в общем, это конечно совсем не мое. Вообще совсем не мое. Никаким образом. Мне понравилась просто вот эта вот идея с этими рукавами. И вообще как бы оно симпатичное такое летнее платье. Но со всех сторон оно мне не подходит. Ни с этой стороны, ни с этой стороны, ни с какой вообще. Во-первых, оно мне маленькое. Во-вторых, оно какое-то короткое. Ну коротковатое, так скажем. Вырез огромный. И в общем... У них сейчас просто много летних вещей еще на сейле как бы на клиренсе. Поэтому загляделась на эту красоту белоснежную. И решила... Вообще хотела даже сначала мне показывать. Но потом я решила, что я честный блогер. Показываю все, что хорошо и все, что плохо. Все снимаю. Снимаю скорее. Но если кому-то надо, на всякий случай, девочки... Это было платье размер 8. Кошмар. Кошмар, ужас. Я в 8 размер же не влезаю. И стоит оно 120 долларов. Ну... 115, пардон. Но у них сейчас 50% со всего клиренса. То есть оно будет стоить... Ну в общем, поделись по баллам. Ну так оно хорошенькое, конечно. Симпатичное. Очень. Ну что, это намного лучше. Вот видите, это тот же самый размер. Но другой фасон. Пошире юбка. И уже оно мне не обтягивает ничего, что не надо. Симпатичное платьице. Такое летнее. Очень хорошенькое. Без рукава. Платье-рубашка. Застегивается до пола. До... До пола. До... До конца. Здесь такие небольшие разрезы. Очень симпатичное. Очень нежное такое. Кстати, оно немножко такое прозрачное. Но под юбкой есть под юб... Под юбник. Подкладка. Видите? Где он? Вот он. Ну в общем. Вы поняли. Неплохое платье. Оно, по-моему, стоит долларов 120. И где-то на 50%. То есть оно будет стоить 60. Это неплохо. Но я не знаю насчет ткани. Мне кажется, синтетика. Она приятная такая на ощупь. Но мне кажется, что это не хлопок. Хотя есть карманы. Вот все вот это. Вот. Все, как я люблю. И такое. Прямо на лето. Очень симпатичное. Ну как ты сейчас не хочешь покупать вещи на лето? Правда, девочки? Все-таки зима на носу. Ну... Просто я увидела его. Она мне понравилась. Вот она, восьмой размер. Цены нет в нем. Я видела другое платье. Такое же. Другого размера. Оно было, по-моему, за 120 долларов. Мне даже интересно посмотреть его состав. Так. Shell. 100% Tencel. А, Lysol. И Linux. Подкладка 100% Cotton. Что очень хорошо, кстати. Да, неплохой состав. Ну, вот такое платье. Миленькое. Так. Сегодня мы мерим брюки. Вот такие вот брюки на высокой посадке. С поясом. Размер 8. Мне маловато. Немножечко стоят они. 160. 180. Что-то такое. Сейчас посмотрю. Я посмотрю на... Посмотрю потом на этикетки. Они не на сейле, но на них еще 40%. Все, что на сейле, 50% дополнительное. А все, что без сейла, у них 40% дополнительное. Значит, брюки. Это... Они мне даже как-то немножко кажется коротковато. Они должны были быть более длинные. Потому что... Девочки, вот эти две такие белые полосы по бокам. Это здесь такой свет из зеркала, который очень делает странное ощущение. Как будто у меня здесь белый какой-то туман. Ну, в общем, у них есть секция аппетит. Аппетит – это вещи, которые на маленького размера, маленького роста женщин. Я, женщина маленького роста, всегда очень люблю покупать у них аппетит. Потому что, ну, как бы, чтобы мне не подкладывать, не подрезать ни рукава, ни длину платья, ни длину брюк. Так вот, вот, кстати, во многих американских магазинах есть эта секция. Она называется аппетит. Аппетит для маленьких женщин. Так вот, значит, кроме всего прочего, что они... Эти вещи обычно короче, они обычно еще меньше и меньше размером. Вот если бы я взяла восьмую, восьмерку нормальную, не аппетит, то мне бы она была хороша. Поскольку это аппетит, то они немножко как-то маловаты и... И немножко коротковаты. В принципе, они бы не были коротковаты, если бы не вот этот фасон. Потому что я считаю, что вот фасон вот этих клешных палаццо, так скажем, брюк должен быть в пол. Ну, прям совсем. А они как-то немножко так. И свитер, кашемировый свитер, 100% кашемир. Единственное, что... Рукав короткий. Ну, я знаю, что они любят такие фасоны, что кашемировый свитер с коротким рукавом. Имеется в виду, что вы вниз надеваете какую-то блузку с рукавом, чтобы у вас как бы... Вот как я сарафан одела со свитером. То есть, в принципе, вниз какой-то свитер или какую-то такую блузу, которая будет изображать рукава. Но он стоил 225. Сейчас он висит на клиренсе. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Но плюс еще той цены. Я узнаю, кстати, какая у него цена, потому что меня он заинтересовал. Значит, оригинал прайс он был 225. Сейчас, возможно, половина. Еще от него половина. В общем, посмотрим, сколько он стоит. Свитер неплохой. Хорошего качества. Единственное, что... Рукав короткий, но его можно красиво обыграть. Еще один свитер. Он очень красивого, такого голубого цвета, голубоватого. Тоже с коротким рукавом. Рукавчик такой пышненький, красивый. Ну вот любят они заделать вот эту вот тему свитера с коротким рукавом. Но, в принципе, он неплохой. Он... У него там что-то 30% шерсть, 30% альпака и 30% акрил. И еще там что осталось, еще чего-то. Вот. Ну, в общем, вот так он выглядит. Он тоже на сейле. Он 100 с чем-то долларов. И от него еще 50%. Сейчас я сниму с себя и сниму вам цену и размеры, и все. Еще я принесла такую косуху кожаную. Настоящая кожа. Вы видите, вот сколько у меня тут всяких детекторов на дне. Я страшно боюсь, что если я сейчас задену, буду сильно очень трогать и махать. Она запищит, заверещит. Это будет очень неприятно. Это настоящая кожа. Очень-очень симпатичная, очень мягкая, приятная кожа. Стоит она сейчас на сейле 610 долларов. Но еще с 610, 50% минус, это значит 300 долларов. Короче, она стоит, что для кожаной куртки, в общем, не очень дорого. Это размер large. Она была последней, осталась. Боюсь пошевелиться, боюсь двигаться, потому что не хочу, чтобы как бы беспокоить вот эту страшную конструкцию. А я возьму телефон, другую руку, правильно? И буду, чтобы вот так вот не будем двигать. Ну, в общем, вы поняли, да? Она симпатичная. Это размер large, очень симпатичная кожаная косуха. Настоящая кожа, мягкая, лайка, очень приятная. Так, давайте посмотрим. А, это брюки 6 размер. Ой, я извиняюсь, я ввела вас в глубочайшее заблуждение. Значит, 6, они мне маловаты. Значит, 8 было бы хорошо. Стоят они 169. Тут я думаю. Так, свитер. Вот написано 100% кашемир. Видите, 225, но он, по-моему, на сейле. А вот этот голубой. Это был размер large. Представляете? Ну, тоже аппетит. Вот, представляете? Поэтому у них с этими размерами как бы надо осторожно. Значит, 105 он еще стоит и 50% на него. И вот куртка. 610 размер медиум. Тоже large. Хорошая курточка такая. Правильная такая, знаете, хорошая такая косуха. Очень заинтриговала меня это платье. Во-первых, потому что оно зеленого, красиво-красиво-зеленого цвета. Это платье комбинации. Оно такое, знаете, сзади вырезано такой, очень большой вырез, потому что это огромный размер. Это размер 14, другого размера не было. Вернее, были очень маленькие, там, 0 или 2, которые я бы на себя не натянула ни каким образом. А этот 14 размер, это, конечно, очень много, очень большой размер. Но мне было интересно померить его. Оно, конечно, такое длинное до пола. Ну, в общем, платье комбинация с таким, не на тонких шлейках, а у него такое, знаете, как немножко американская пройма. Потому что сзади оно такое вырезано. Я сейчас постараюсь показать. Вот такая пройма. Кстати, неплохо было бы с этой косухой. Может, не стоит померить. Я, на самом деле, захватила вот такой вот белый пиджак к нему, к этому платью. Он такой, знаете, сделан как такая фланелька. Рукава длинная, я закатала. Но, по-моему, с этим платьем выглядит неплохо. Еще неплохо вот это платье было бы с кашемировым, с этим свитером, если бы у него был длинный рукав. Ну, вот правда, был бы такой длинный рукав и был бы такой клевый, знаете, зимний образ с платьем комбинации шелковым и большим таким свитером. А вот этот рукав короткий, он как-то все портит, всю идею. Жалко. Понимаете, он был бы такой объемный рукав, и это было бы очень красиво. Конечно, не удержалась, померила я с косухой. Вот с косухой тоже неплохо. Боюсь пошевелиться. Правда же? Такие платья очень хорошо с кожаной курткой, знаете, шелковое нежное платье и такая кожаная, немножко брутальная. Она не очень брутальная, но так, слегка, с претензией на бруталность. Курточка выглядит вместе это так, необычно, живенько, свеженько. Вот платье, 14 размер. 14 размер наш, это как экстра-экстра-лардж. Ну вот, с понятным нам языком, если говорить, да. Оно тоже петит. 160 долларов оно стоит. И чего оно сделано, мне интересно. Смотрите-ка, это по-русски написано. Одежда второго слоя. Правильно? Что это значит? Сам бог знает. Одежда второго слоя. Короче, шелл 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Да. Ну, одежда второго слоя звучит... Странно. Заманчиво, да. Так, пиджак этот стоил... Это размер смол. Стоил он 299 долларов. Боже ты мой, за что? Не знаю. Прям даже не знаю за что, но за что-то. Что еще я вам хотела показать? Еще что-то куртка я вам показывала. Цветр я вам показывала. Крик у меня, как всегда, жуткий за... За дверью. Кто-то орет мне своим голосом. Кричит, как потерпевший. Как говорила моя знакомая. Все, девочки. Такие у нас были сегодня примерки. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам было полезно. И вы что-то подчеркнули из моего влога. Надеюсь, что вас заинтересовал магазин Банан Репаблик. Все. Увидимся скоро в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте мне лайки, оставляйте комментарии. Буду всем очень рада. Люблю, целую. Пока-пока-бай.